добрый день с вами в эфире юридическая клиника онлайн и я адвокат андрей савицкий сегодня мы поговорим о такой теме когда расписка не свидетельствует о заключении договора займа соответствии со статьей 10 46 гражданского кодекса украины взаимодатель по договору займа передает собственность заемщику денежные средства а заемщик обязуется возвратить взаимодателю такую же сумму сумму фактически займа для того чтобы юридически защитить себя от потенциальных имущественных рисков необходимо знать как правильно оформить долговую расписку законом предусмотрены две формы заключения договора займа устная и письменная однако устная форма заключения договора займа допускается в том случае когда его сумма не превышает 10-кратный размер не облагаемого минимума доходов граждан установлены законом однако устная форма заключения договора займа допускается в том случае когда его сумма не превышает 10-кратный размер не облагаемого минимума дохода граждан установленные законом то есть устная форма заключения договора займа допускается в том случае когда сумма договора не превышает 170 гривен. Если сумма займа составляет более чем 170 гривен, то стороны должны соблюдать требования закона о письменной форме договора. В случае несоблюдения обязательной письменной формы договор считается незаключенным, то есть сделка как юридический факт не состоялась, а значит и никаких правоотношений, которые создают взаимные права и обязанности у сторон не возникает. Следующим важным условием в свете последней судебной практики является позиция Верховного суда Украины, которая отображается в постановлении от 4 марта 2020 года в том, что договор займа считается заключенным с момента фактической передачи денежных средств. Верховный суд указал, что расписка о получении в долг денежных средств является документом, который выдается должником кредитору по договору займа, подтверждая заключение и условия договора, а также свидетельствуя о получении должником от кредитора фактически определенной денежной суммы. Коллеги судьи отметила, что содержание предоставленной расписки является фактически противоречимой и не подтверждает заключение между сторонами договора займа, поскольку не подтверждает получение ответчиком или стороной в долг определенной денежной суммы от истца. То есть расписка должна содержать подтверждение факта получения денежных средств, денег фактически от кредитора с указанием, фамилия, имя, отчество заемщика, информации о серии и номере паспорта, кем, когда и был он выдан, а также дату получения средств заемщиком. То есть это очень, это самые важные факторы. Таким образом, обращайте внимание на ряд оснований, отсутствие которых сделает невозможным взыскание задолженности по договору займа. Расписка, как документ, подтверждающий возникновение обязательств по договору займа, должна содержать в себе первое, наименование, понятно, документа, что это является распиской или договор займа, подтверждение факта получения денег от кредитора с указанием фамилии, имя, отчество заемщика, информацию о серии и номере паспорта, кем и когда он был выдан, а также фактически дату получения средств заемщиком. Третье, указание суммы, самое главное, по договору, переданную сумму по договору денежных средств цифрами и буквами. Ну, то есть, понятно, если это 10 тысяч долларов, оно должно быть прописано и, фактически, прописано и цифрами и буквами. 10 тысяч долларов США. Не лишним, конечно, будет еще указать иностранное государство, в какой валюте бралось, то есть, там, США, там, грубо говоря, канадские доллары и так далее, да, то есть, это тоже очень важный момент. Этот момент фактически может повлиять на определение размера долга в случае возникновения необходимости обращения в суд, привязки к курсу доллара, фактически. Упоминание, фактически, об обязанности заемщика вернуть взятые в долг средства с указанием полной даты, когда обязательство должно быть выполнено. То есть, если мы берем деньги в долг до определенного, ну, например, там, до 3 мая, там, 20-го года, да. Еще одним фактором, который ставит под сомнение заключение договора займа, является ситуация, когда расписка оформляется для того, чтобы одна из сторон имела доказательство передачи денежных средств на выполнение другого обязательства, которое отличается от займа. И поэтому один только факт составления расписки не влечет к возникновению правоотношений, которые можно квалифицировать как договор займа. То есть, такая вот мнимая, фактически, сделка. И поэтому один только факт составления расписки не влечет к возникновению правоотношений, которые можно квалифицировать как договор займа, да, фактически. Наиболее распространенной является ситуация, когда суды расценивают передачу средств не как предоставления их долг в обязательном возврате а как гарантии платежи по договору купли-продажи или например как договор хранения денег при таких обстоятельствах возникает ситуация когда между сторонами сложилось сну фактически сложились правоотношения не связаны с передачей денежных средств займы в очистке по договору займа здесь чем должник не не берет на себя обязательства их вернуть ну скажем так согласованные сроки или установленные сроки поэтому важно помнить что расписку нужно писать одновременно с возникновения факта реального получения соответствующих средств денежных средств или или вещей соблюдая условия и требования установлены к содержанию долговой расписки иначе можно столкнуться фактически с большими неприятностями и сложностями потом в реализации дальнейшем судебном порядке взыскания данных денежных средств с вами была юридическая клиника онлайн я адвокат андрей савицкий помните свои права и умело ими пользуйтесь